Без тревоги невозможно было наблюдать, а без восхищения встретить. Загадку, думаю, отгадает любой, кто следил за событиями на Дакаре, а тем более был в Бегишево, когда команда Камас-Мастер вернулась в набережные Челны. Золото и бронза самого опасного ралли, таков итог захватывающей командировки наших гонщиков. Больше, чем торжественная встреча родных и близких. Друзей и коллег, репортажи из аэропорта. Самолет еще не приземлился, а в зале ожидания уже аншлаг. Среди многочисленных болельщиков родные и близкие чемпионов, для которых минуты ожидания превратились в вечность. Родители, жены и дети переживали за исход Дакара не меньше самих гонщиков. Во второй половине, уже к концу Дакара, мы стали очень сильно переживать за Эдуарда, вообще за команду. Но и все равно наши надежды оправдались. Ребята молодцы. Надеялись и верили в команду не только родители гонщиков, но и их дети. Так дочь штурмана Евгения Яковлева стала верным болельщиком «Синей армады». Сидела вместе со мной перед компьютером, следила, спать не ложилась. До 12-ти иной раз тоже сидела, болела. Последние дни уже кричала, дядя Эдик, папа победители. Минута ожидания триумфаторов позади. Главные пассажиры рейса «Шереметьево-Бегишево» появляются в зале ожидания во главе с победителями гонки – с золотым экипажем Эдуарда Николаева. Еще недавно казалось, что радость от успеха на другом континенте неповторима, но десятки любящих и преданных глаз заставляют спортсменов почувствовать себя победителями вдвойне. Две недели мы были с вами в жутком напряжении. Такой дакар, который не отпускал ни на минуту. Так началось с первого дня, и так до последнего, и так до финиша. Бешеный был ритм, бешеный темп. И века имели проблемы. И века имел грузовик проблемы. И Эдика Николаева тоже. Но «КамАЗ» до финиша доехал. Мы с вами все победили! Ну это непередаваемые эмоции, наверное, у каждого спортсмена. Но тем не менее, этот дакар особенно для нашего экипажа, для меня лично запомнился, потому что до последнего дня была ожесточенная борьба. Это на самом деле так. Потому что соперники не хотели отдавать ни в какую. Все видели, все следили, какие разрывы были между участниками. Пески, горное бездорожье и жара остались в прошлом. Юбилейный 40-й дакар запомнился гонщикам «КамАЗ-мастер» как самый сложный. Аварии, поломки и даже дисквалификация. Все это пришлось пережить челнинским экипажам. Мы понимали, что трасса сложная, что будут сходы. Но в этом году, наверное, этот процент сходов выше, чем предыдущие года. И если посмотреть, какие фамилии там сошли, это очень именитые пилоты. И ошибались все, потому что без ошибок невозможно было в проекте «Дакар». Это нереально. Ну, обидно немного, что мы не доехали до финиша. Оставалось три дня. Хотя уже на сто процентов рассчитывали, что будем на финише. Пускай где-то далеко. Я думаю, это нас немного добавит злости. И на следующий год мы покажем уже более лучший результат. Подготовка к «Дакару-2019» начнется совсем скоро. Впереди много технической работы. Грузовики полностью истощены. Анализ допущенных ошибок и разработка новой тактики. Применить ее удастся лишь через год. А сегодня гонщики «Камаз-мастер» в очередной раз доказали, что они лучшие в мире. Любовь Захарова, Радий Ганеев, Челны-24.